Рассвет империализма, завершившийся Первой мировой войной. Но сначала... Да, сначала была драка за Африку. Посмотрев на карту африканского континента в 1870 году, вы бы обнаружили, что только 10% этого континента контролируется европейскими державами. Остальные территории принадлежали или местным государствам, или вовсе не были заселены. Однако, к Великой войне уже 90% этого континента входили в состав европейских империй, а оставшиеся крохи принадлежали двум африканским государствам. Во-первых, фактически подконтрольны США Либерии, а во-вторых, независимы Эфиопии. И вся эпоха между двумя этими датами ознаменовалась настоящей потасовкой за распределение и раздел незанятых территорий.